Выборок на полное привило, сувенир Востока, сяец в вашей кузнецке, получил первый бой, удерживаясь, опустись слева, знаю, не ел, а не знаю, а посмотрим, итак, только я еще не понял, появилась сувенир Востока, значит, ветку сувенира, сельца, а, е-мое, она, значит, прорла косточку, а потом все веточку взяла, если это так, это вообще чудо, тогда получается, фактически это же, получается это самое, сельцевый гибрид, ну-ка, ой, у меня беда, все, не получается, вот, у меня такой компьютер, бесполезно, не откроется, а как жалко, брат, потом давай как-то откроем, посмотрим фотографию, может, ты уже откроешь, может, фотографию мне пришлешь, вот, потому что это уникальный случай, если человек пишет, вкуснее сливы не ела, а ведь все рынки завалены сливой, это же здорово, так, смотрите, пишет, мне кажется, виновата земля, земля у вас очень хорошая, удобная от самой природы, у нас очень, у нас углинок, я бы так не сказал, снега мало выпадает, а вы думаете, это хорошо, талая вода не выбывает много питательных веществ, в общем, вы и правы, но здесь сочетание нескольких характеристик, не только качества земли, и не только, что мало снега, есть еще и другая, которая плюс на минус, и получается, что получается, Петрович, спасибо, долбаный андроид, мне ту ссылку вставил, ну, мне это не понять, вот, смотрите, у меня метр снега, примерно литр, здесь все ровный, в одинок квадрат и лицеметр, убывает все питание, вы знаете, я никогда, я считал, что, ну, почти все знаю, но то, что там, где много снега, значит, допустим, у нас в Сибири во многих областях метр снега, это норма, и что там все вымывается, и что земля-то плохая, не знаю, не знаю, что будет где-то в Новосибирской области, в Томской полно снега, жалобились, и два метра бывало, вот, в Казахстане огромное количество снега выпадает, в отдельных областях, не знаю я, вот, что много снега, это плохо, может, вы где-то правы, где-то неправы, так, Елена Тимофеевна пишет, ну, пишите, которая пишет, по крайней мере, в этот раз хоть есть о чем поговорить, там просто был семинар, как будто, правда, луна всех это буквально усыпила, та самая зеленая, помните, с каким ужасом они говорили, зеленая луна все приблизилась к Земле, вот, вот, сейчас послушаю, что пишет, так, или она пишет, кое-что еще, не нашел, а, вот, у меня пришел сосед, посмотрел на мои деревья, все от Сергея, посажены по вашему ветру, и сказал, чтобы вы все начали подносить, надо разогнуть ветки, я сказал, что ничего не буду делать, у дерева своя программа, он сказал, что у нас будет соревнование, у кого будет урожай, а деревья наши второй год и выросли на два метра, Лена, у дерева должно быть детство, 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 вы, наверное, не знаете, как это вот, это вот, прежде время народа, вот, я начинал издалека, сейчас все, у нас 13 минут есть, вот, есть такой был, гений, его зовут Ломоносов, ну, кто из нас не знает Ломоносов, этот Ломоносов написал книгу, «Сбережение народа», редкая книга, случайно попала в руки, вот, а людей у нас становилось еще меньше, 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 вот, и людей становилось так мало, что он написал эту книгу, и там одна из причин, что у нас с каждым годом людей убывает, было ранний секс у мальчиков, потому что выгребали мужчин и попадали на 25 лет в армию, вот, и женщины вырастали, а у них супругов не было, просто не было, не было даже элементарного, потому что на должном виде у каждой женщины не было просто секса, вот, и они мальчиков, даже не подростков, которые еще не доходили до подростков, у которых еще это не вырастало, они пытались, заставляли заниматься сексом, сильно рано, потом шло время, вот, мальчики вырастали, но зенились, уже нормально, но у них детей уже не было, и это было настолько серьезно, ранее, там, преждевременный секс, это было и такое, распространенное явление в Руси, что именно это, Ломоносов, книги, в своей официальной книге, назвал, одним из главных причин, что у нас не растет народ, а еще и убывает, нету детей, во многих семьях, просто нету детей, мальчики потеряли способность к деторождению, понимаете, это как хотите, но это правда, вот, а когда мы говорим, что дерево, мы его калечим, оно раньше плодоносит, чтобы корову продлить свой род, оно же никогда не даст такой рожай, который был бы, если бы мы его оставили в покое, но мы уже это проходили, мне понравилось ваше сравнение, детство в дереве, так и буду отвечать, так, теперь пишет Александр Николаевич, что вы скажете, и пора добавляться в свой этот каталог, в следующий раз вас прознакомлю, вот, вот с этим каталогом, вот с этим, это прошлогодний, так что не пугайте, что закончилось, это прошлогодний, это каталог прошлогодний, вот, а это вас ждет, сказать, что огромный рожай был, я не скажу, но был, вот, а у меня за неделю ни одного заказа по косточке, ни одного, это в прошлом году, это был самый вот разгар, вот именно сейчас, и что творится, непонятно, может уже и не будет заказа, я уже сомневаюсь, и даже вот такие супер абрикосы, уже никому не нужны, все может быть, так, смотрите, написал, если Сергей плевал черенком, с полносящего дерева, у вашего соседа дерево, привито почкой, еще нет полносящего, то вы на много лет его переведите, правильно, так, Тимофей, а как лучше укрыть персик, соломой, или чем-то другим, ну, вот опять, что же нам делать-то, способов много, я сейчас, время наше вышло, столько раз про это рассказывал, небольшие, может, картонные коробки, сунули картонную коробку, сверху, поверх коробки, снегом, уже достаточно и не выпреет, вот, мой друг, Кучерный Чернышев, когда-то, в писательном хозяйстве, призывал, соломенными матами, или камышовыми матами, укрывать, тоже неплохой способ, говорит, есть способы, обматывания, стекло-тканью, я так, вот, вас учил, когда-то, просто обматывать стекло-тканью, она неприятна, если действительно укрывать, вложить на бок, например, наш друг, Чернобаев, лапником закидывает, а сверху, не агрилом, вот такой момент, вот, когда-то он делал целые эти, я их называю, но перестал, тяжело это, делал, хотя получил результат отлично, это было, я назвал это, чем термос, просто сверху строил, такой каркас, каркас обматывал, теплой тканью, внутри целый дерево, ох, как я получал, вот, урожаи, но потом перестал, вот, можно просто, не будем сейчас, закидать снегом, это, керен, то, какой-то год, может соприть, хотя и держат, снег, и влажный держат, но все равно, есть какой-то риск, я видел, еще, огромные коробки, вот знаете, эти холодильники, которые, высотой огромные, чтобы вот так вот, по широкам, надо поднять, вот так, дотянуться наверх, представляете, какая коробка, это не коробка, это спасение для персиков, это просто чудо, я его вот так вот, чуть его, вот так поджал, чтобы он не расплылся, опять же, даже, трех-четырехлетний, пятилетний персик, можно вот так вот, чуть поджать его, не так вот, а, вот так вот, и коробку сверху задеть, все, у вас персик, спасен, ну, пока, коротко, так, Елена Тимофеева, народ задерживается, да, по другой стороне, вдруг, это будет интересный вопрос, еще Александр пишет, давайте, который пишет, так, Тимофеева, а лучше, нет, правильно ли я поняла, что он не должен соприкасаться, со сними, ну, знаете как, вот, например, я видел, огромную коробку, это червел, вот, огромная коробка, а там, сен напихают, и снега, и получается, как воздушная такая, не плотный снег, я против снега, у меня был случай, я таким с трудом достал веточку, песика, киевские ранние, я так радовался, а потом решил укрыть дуру, лучше бы не укрывало, вот, я взял, наклонил, и телогрейка закрыл, весой он был, он просто сопрел, под телогрейкой, потому что я телогрейку сверху снегом накидал, так я никогда не прятал, поэтому, это надо вам влезть в интернет, вот, таких способов, причем они все правильные, любой выбирайте, какой вы по душе, я так как никогда не укрывал, вот, единственное, да, я чуть самое важное не упустил, если у вас есть теплица, вот, все головная боль, укрывать не надо, и растет пусть, до самой крыши теплица, вот, и не замерзнет, единственное, что там надо хорошо проветривать, ее круглый боль, ну, допустим, минус 30-40, закрыть все польчики, а когда минус 20-25, прям с открытием польчики, пусть стоит, вот, или это, чтобы все польчики были открыть, еще несколько персиков, посаженные непосредственно, в, эту самую теплицу, обеспечит вам урожай, так, теперь, ага, вы запугали, что шарапуга расплывается, привил ее на персик, в следующем году, привил на прикосы сливок, так, я тебе сказать, я пугал, что шарапуга расплывается, вот, конечно, когда вы получите, вы знаете, что такое, что такое шарапуга, вот, допустим, это абрикос, сливый персик в одном лице, чисто, чтобы это был, черт от абрикоса, слива от персика, у вас такого не будет, меньше всего, там будет персика, вот, скорее всего, когда, прививка, получится у вас, да, получится, вы убедитесь, что там, как правило, персиками не пахнет, настоящий шарапуга, это почти что мех, так же, как черный абрикос, вот, потому что, купите черный, а он окажется, и не черный вовсе, и будет подозрительно, напоминать о лучу, это все так, допустим, вы, Александр, чех, так сказать, инициативный, грамотный, и вы на привиле, как вы пишете на персик, да, тогда получается, что качество персика надо бы сохранить, вот, а выдержит ли персик, на который вы привили, то, что у вас, ну, выбор, извините, это не Сочи, не Крым, вот, она может погибнуть вместе с подвоем, то есть персик, а вот, если вы приведете на абрикос, на сливу, вот, они более морозостойкие, тут у вас, скорее всего, ждет удача, ну, а что выросли, расскажете, а вот, когда я пугал, я не пугал, давайте вспоминать, я единственное, упоминал Шарапугу, когда они, и не вас, я пугал, я пугал людей, в каком плане, в самой доброй, щирой своей душой, как, набрали Шарапугу, например, питомники, Шарапугу, и вот вы видите, питомник, вот, а вот Шарафугу, и выйти в фотографии, открывайте другой питомник, Шарапуга, и опять эта фотография, и какая-то там, третий питомник, опять Шарапуга, И опять эта фотография. И пятый, и десятый, и двадцатый. И все одна фотография. Ну вы поняли, кого я пугал? Я пугал людей. Прежде чем захотели шарафугу? Как же там и абрикос, и слива, и персик в одном флаконе. Захотели? Найдите вы этот питомник. Зайдите, пусть он покажет. Это тоже самая проблема. Та же самая головная боль. И моя, и всего садоводства. Где плодоносящая шарафуга? Где? В каком питомнике? Кто видел ее живьем? Хотя бы один. Вот. Я вас всех призываю. Придет сейчас это. Сейчас самое время. Сейчас еще ничего не созрело почти. Еще полно плодов в этом, в саду. Возле каждого из вас. В десяти, в ста километрах. Обязательно будет какой-нибудь питомник. Ну, хоть бы один, но покажите мне. Вот вы сказали, вы запугали. Я не запугал, я предупредил. А вы шарафугу где-то взяли. Допустим, взяли. Вы-то взяли фотографии, выходили по саду. Вы говорили с садоводом. Александр, может быть, потом лично мне или как-то, ну, там, в WhatsApp где-то. Пишите фотографии, то, что привили. Напишите коротко или словами. Где вы взяли шарафугу? Называние питомник. Вот. А ну посмотрим, если там та же фотография распространенная. А то еще, это, начали называть. Яблонь, груша и персик на это, на одно, яблонь, груша и персик на одном дереве. Тоже шарафуга. Я не запугивал никого. Я предупреждал, ребята, вас дурят всех. До сих пор ни одного дерева шарафуги живье. У меня же сад, вот он. Заходите всегда. Я говорю, у меня немножко это как бы. Вот. Заходите в этот сад. В этом саду людей было тысячи, тысячи. Каждый год. Я же, я многих умудряюсь снимать. Тысячи, тысячи, тысячи. У меня нет шарафуги. Если была, я бы вам показал. Да, у меня это, персиковая, это самое, луча. Вырастила. Чистая луча от персика. Не запаха, не вкусный. Вот. Нектариновая слива. Вырастила. Никакого хрена нектарина, а одна слива. Понимаете? Не верю никаких шарафуги. Ее еще удержать надо. Вот этот вот гибрид, который есть, который есть, это самое, на, якобы есть, его еще удержать надо, чтобы у него вот эти качества тройные сохранялись. Сморова это, кто удержал, где, в каком это питомнике. Это особая научная работа. Это ювелирная работа. А вы, конечно, молодец. Вы же как написали. Вот. Я бы привел на персик. Я надо будет привел на абрикос на сливу. Удержу. Хорошо бы именно персиковую качество удержать. Чтобы именно абрикос слива, как сам морозостойкий, давали бы, ну, именно морозостойкость. А вкус идеальный. Сами согласитесь. Самый идеальный вкус у персика. Ну, все вроде как мог объяснить. А то, получается, я запугал людей. Никого я не пугал, ребят. Так. Ну, и где я теперь выскочил оттуда? А, да, ну и все. Давайте будем заканчивать. Может быть, там еще кто-то что-то написал. Но для этого мне нужно умудриться, куда вернуться. Мне нужно умудриться, куда вернуться. Сейчас попробую. Выйти-то легко. А вот он, я вот он. Так. Так, больше никто ничего не пишет. А от вас я жду про вашу Шарапугу информацию. И где вы ее взяли? Видели ли вы это самое, настоящее дерево Шарапугу? Пожалуйста, сообщите. Тогда я не буду обижаться за слова запугал. Все, друзья, закачиваем. Вот. До свидания. Встречаемся теперь в воскресенье. Так. А вдруг народу прибыльется? Вдруг просто, видимо, будет больше, свободнее как-то распоряжаться своим временем. Именно в воскресенье. А не в понедельник с его пробками. Вот. Ну и желаю вам купить у меня те же коточки. Все. Отсо. 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 Chaun. Продолжение следует...